Всем привет! Вас приветствую Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем и мы продолжаем наш ряд серий видео о моделях ВАЗ. От начала до конца про каждую модель расскажу, ее плюсы, ее минусы. И каждый день будет о каждой следующей модели. Выходите в видео. Вчера мы говорили о ВАЗ-2101 и сегодня у нас на очереди ВАЗ-2102. Ее плюсы, ее минусы. Опять же, так же, как и это касается копейки, это старый автомобиль, то есть которым зачастую по 40 лет, время ничего не жалеет. Кузова все гнилые зачастую, там очень небольшой процент, которые остались живыми кузовами. Соответственно, просто из-за того, что нет кузова, нет машины. Так же само все узлы, все устарело, жесткости кузова уже то и нет. Это очень большой минус. Допустим, опять же, буду сравнивать ВАЗ-1102 с четверкой, то есть двойку с четверкой. Четверка выпускались позже, соответственно, кузова более свежие. Поэтому, если вы любитель именно универсалов ВАЗовских, то лучше, конечно, при возможности переходить на ВАЗ-2104. Какие минусы? Минусы, как и у всех ВАЗ-классик, это древняя конструкция двигателя, то есть древняя масляная система, постоянные проблемы, то есть ненадежные. Опять же, сравнивая с преднеприводными ВАЗами, там более правильная, более простая, надежная масляная система. Постоянно у ВАЗ-классик, то паразитку обрежет, то еще что-то. И постоянно проблемы, а нет давления масла, все, нет у вашего двигателя. Древняя конструкция цепи. Это тоже ненадежная конструкция, в отличие от ремня. В головке блока рокера тоже, постоянно сбиваются регулировки клапанов. Сам по себе рокер крадет фазу и подъем распредвала, соответственно, теряется мощность. Зачастую у вас классик, стоят древние карбюраторы, всякие там пятерочные, семерочные озоны, веберы. И ставят, когда сольниксы не умеют с ними обращаться, снимают, ставят назад древние карбюраторы, которые жрут и толком никуда не едут, потому что они эффективно потребляют топливо. На канале о карбюраторах и их доработках и настройках есть очень много видео. Там об этих всех моментах рассказано и показано. Кому интересно, на главной странице моего канала жмите на все видео и там найдете ответы на все свои вопросы. Дальше по ходовой. Большим минусом, что ходовая древняя, двухречажная, 4 шаровых, 6 рулевых наконечников. Короче, во-первых, это все выходит со строя. Запчасти сейчас не очень качественные, еще и сама по себе конструкция древняя. Большой минус, как и всех вас классик, это то, что ходовая частично завязана на балке, частично завязана на кузове. И опять же, почему я очень большой акцент делаю на жесткость кузова, потому что со временем кузов разбалтывается. И ходовая так играет, даже если вы там все новое поставите, такое ощущение, едешь как будто же с колеса поотпадают. Да, преимущество ВАЗ-2102 в том, что она универсал, кто хочет ее использовать там для семейных нужд, там что-то перевести, да, удобно, то есть есть пространство. Но опять же, в таком случае лучше уже пересесть на более свежую четверка. Кто любитель двоек, лучше найдите какой-то свежий кузов. Ну, не свежий, а сохранившийся. Дальше. По двойкам какой минус, если там заводская, допустим, двоечный редуктор. У него есть плюсы, есть минусы, да, он лучше тянет, но из-за того, что он короткий, грубо говоря, у вас будет больше расход по трассе. Большим плюсом ВАЗ-2102 стало в последнее время то, что она, так сказать, получилась, что стала легендой зимнего дрифта. Так как этот кузов, ну, четверки, двойки, стал самым удачным для дрифта, имеет свою парусность, инерционность и контролируется хорошо в зимнем дрифте. Но, опять же, я бы, если брал бы себе для зимнего дрифта машины, то не двойку, а, опять же, четверку, потому что, как ни крутите, там все уже давно уставшее. Мененые, перемененные сто раз, кузов вареный, переваренный, крашеный, перекрашенный. А, опять же, для тех же соревнований нужна тем более жесткость кузова. И при тех же контактах, да и вообще, чтобы выдерживать нагрузки от более мощного двигателя, доработанной ходовой и от дрифта в целом. Поэтому, я считаю так, что у ВАЗ-2102, так же, как и у Копейки, плюсов у этих машин, грубо говоря, практически нет. И, кто любитель ВАЗ-2102, лучше переходить на более свежие кузова, чем, допустим, что-то там пытаться восстанавливать. Потому что, как бы вы не восстанавливали кузов, вот, допустим, если вы загоните, да, и здесь люди заморачиваются, там загнал, ему все переварили там полностью от начала до конца, покрасили. Все равно уже не будет, как ни крутите, той жесткости кузова, во-первых. Во-вторых, все, что вы ремонтные покупаете, там уже качество металла не то. Обработка все равно там мастиками, мастите, не мастите, оно все повылазит. Я со своего личного опыта знаю, я он переваривал на ВАЗ-2108 там и пороги, и там днищи. Все равно, как с завода, все равно вы так не сделаете, как бы вы там идеально. Это все, все равно уже не будет той жесткости. Нет кузова, нет машины. То есть, ну, и, как бы, по внешнему виду на любителя, конечно, вот, допустим, ну, это лично мое мнение, две круглых вот этих фары, как у копейки и двойки, ну, это очень уже, как бы, по-древнему, я считаю. Это уже такая чисто-чисто классика-классика там, очень супер-древняя. То есть, соответственно, если вы любитель классики, переходите на более свежие машины. Я ездил на свежих классиках, это небо и земля, и ездил на старых копейках-двойках, это очень разные машины. И тоже там некоторые, да я там кинул тайговский двигатель, там с тайговским распредвалом, да она у меня там летит, стрелку ложит. Ну, лично я ездил на таких машинах, где там зарядили двигатели на старой ВАЗ-классике, и, ну, реально стрёмно, при том, что я так любитель погонять, одно колесо тормозит, одно не ходовая вообще супер вся независимая, потому что она хоть и сделанная, кузова жёсткости нету. Машина-то летит, нифига не управляется, нифига не тормозит, ну да, вы её разогнали, ну а толку, это небезопасно. Ну, каждый делает свой выбор. С любой машиной можно сделать ракету, но главный вопрос в том, стоит ли оно того, опять же, чтобы нормально ту двойку восстановить, привести её в чувство, поварить, покрасить, перебрать двигатель ходовую, как все пришли, там, купили новые запчасти, думаю, сейчас будет новая ласточка. Нет, такого не будет, и лучше, я считаю, эти деньги более целесообразно потратить, продавать эту машину и купить более свежую, чем там влаживать, непонятно зачем. Да, в исключительных случаях, когда там какая-то семейная реликвия, или там первая машина, или там любимая машина, или машина выходного дня, да, можно заморочиться. Но, в общем, я считаю, что они уже своё отжили. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто ещё не подписался, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, делитесь данным видео со своими друзьями, пишите в комментариях, какую модель ВАЗа вы считаете более удачной из всех ВАЗов. А всем спасибо за внимание, всем до свидания.